Матрешка трава Описание полезных свойств применения Матрешка трава относится к многолетним растениям семейства губоцветных. Его высота может достигать 75-80 см. Стебельное растение имеет форму вытянутого четырехгранника, в верхней его части имеется едва красный участок. Листья шершавые, а их форма напоминает куриные яйца, расположенные они напротив друг друга. Цветочки довольно ароматны, собранные в небольшие соцветия. Цветет матрешка в средине лета. Ее отличительной особенностью является неприхотливость и устойчивость ко многим заболеваниям и вредителям. Это название знают далеко не все. Как еще называется трава матрешка, ладанка, душица, матрюшка, ляр, татарская трава, пчелолюб. Матрешка трава излюбленными местами произрастания ладанки являются лесные полянки, заросли кустарников и обочины проселочных дорог. Хорошо освещенные участки с большими зарослями. Травка может расти в любом регионе нашей большой страны. Пчелолюб относится к неприхотливым видам растений. Его выращивают в промышленных целях, так как он обладает лечебными свойствами. Сорта матрешки. Матрюшка, как и многие другие растения, имеет несколько видов, которые незначительно отличаются друг от друга. Компактум. Выглядит данный вид как довольно компактный цветочек, обладает полезными свойствами. Его высота не превышает 20 сантиметров. Листики мелкие, а цветочки имеют розовый цвет. Отличительная особенность. Мелкие волоски, расположенные по всему растению. Сельские сливки. Высота около 15 сантиметров. Оно очень редко цветет. Листья окремлены широкой кремовой полоской. Вариедата. Листья окремлены белой полосой разной ширины. Ариум. Высота около 25 сантиметров. Листья имеют золотистый отлив, а соцветия обладают приятным розовым оттенком. Галтип. Отличительной особенностью этого вида являются золотистые кончики листьев. Краса кента. Отличительной особенностью этого растения является плохая зимостойкость. Оно совсем не переносит зимних морозов. Внешний похож на стилизованный квадрат со сторонами, равными 20 сантиметров. Листья имеют округлую форму. Ариум. Размножение матрешки. Поскольку растение любит солнечные участки земли, под его посадку стоит выделить грядку на огороде, которая расположена на солнце. Единственным местом, где душица не сможет расти, является заболоченный участок на огороде. Грунт должен быть хорошо дренирован, обладать средней кислотностью. Русская душица – прекрасная находка для возделывания в районах, где лето бывает засушливым. А посадка и уход за растением не потребует много времени и сил. Возделывание душицы по силам даже начинающим садоводам. Матрюшка-ляр. Татарская трава. Посадка и уход от условий выращивания. Зависят интенсивность окраски зелени растений и его целебные свойства. Важно! Работы по размножению душицы лучше всего проводить весной или осенью. Размножать ладанку можно вегетативным способом или с помощью семян. Размножение первым способом подразумевает деление корневой системы. Для этого растения необходимо выкопать, разделить корневую систему на несколько сегментов и снова посадить, но уже в разные луны. Для размножения душицы рассадным способом необходимо использовать семена. Семенной материал дает больше всего всходов, если его предварительно вымочить. Высевать семена в подготовленные стаканчики нужно где-то в конце марта. Только в этом случае можно ждать цветения растения уже в первый год произрастания. Хотите получить прекрасные цветы к новогодним праздникам? Тогда растения нужно высеивать в цветочные горшки в мае и в летнее время держать их на балконе, а зимой на южном подоконнике в квартире. И через два года после посева пчела люк порадует цветовода своими цветами. Выращивание душицы для того, чтобы взошло каждое семечко, необходимо подготовить емкости с проделанными в них дренажными отверстиями. Для выращивания рассада душицы отлично подойдут одноразовые стаканчики. Емкость нужно наполнить обогащенным почвогрунтом, который можно купить в любом специализированном магазине. При желании в него можно добавить небольшую часть песка. Увлажнить и немного уплотнить. Затем сделать маленькие углубления и положить в них семена. Сверху снова присыпать небольшим количеством земли, слой которой не должен превышать 0,9 см. Снова опрыскать из пульверизатора и накрыть стеклом. Это поможет создать парниковый эффект и не засушить семена. Изредка необходимо проверять посаженные семена и если есть необходимость увлажнять их. Как только появляются первые всходы, стекло убирают и при необходимости аккуратно поливают семцы. После появления двух настоящих листочков растения необходимо пикировать. Высаживать в открытый грунт душицу можно в мае. Как только минует угроза ночных заморозков. Свойство матрешки. Растение имеет широкое применение в медицине. Его с успехом применяют народные целители и приверженцы традиционных методов лечения. Ведь оно является прекрасным седативным средством. Также его используют при лечении психических расстройств, связанных со стрессовыми ситуациями. Отличным лекарственным средством сухая душица станет при первых проявлениях простудных заболеваний всех типов. Чай душица ученые выяснили, что в состав матрешки входит селен, который способствует уничтожению раковых клеток. Для предупреждения их образования следует пить чай с ушаной ладанкой. Употребление матрешки усилит защитные функции всего организма и в целом. Противопоказания. Как и большинство лекарственных трав, матрешка имеет некоторые противопоказания. Беременность. Употребление травы может способствовать сокращению матки, что негативно скажется на вынашивании плода. Детский возраст. Мужчины должны принимать препараты душицу очень осторожно, так как из-за его успокаивающего действия может наступить временное сексуальное расстройство. Поэтому нужно внимательно посмотреть инструкцию применению. Поскольку растение имеет приятный аромат, его широко используют в парфюмерной и космической отраслях. Масло применяют в производстве духов, лосьонов, кремов и других косметических средств. Важно! Растение применяет в лечении ожирения, болезней суставов и других заболеваний. Еще одной областью применения душицы является кулинария. Но в этой сфере растение привыкли называть орегано. В сухом виде его применяют для приготовления разнообразных блюд и заготовок, болезней и вредителей. Растение отлично переносит на падение различных насекомых вредителей и не склонно к поражению заболеваниями. Единственным вредителем, который все же способен поразить душицу, является тля, которая селится на ее листьях. Уничтожить тлю можно обработкой настоем табака и извести. Важно! Для уничтожения вредителей с пчелолюбой ни в коем случае нельзя применять химические средства. Сбор и заготовка травы матрешки. Собирать траву необходимо в период ее цветения. Собирают лишь цветы и листья. Делать это нужно при помощи ножницы или секатора. Нельзя беспорядочно рвать траву руками. Необходимо оставить некоторое количество растения для его дальнейшего роста и размножения. Заготавливать ладанку необходимо на лесных полянах, вдали от проезжей части. Засушивать душицу лучше всего небольшими пучками на улице в тени. Температура, при которой можно сушить растение, не должна быть выше 33 градусов. Высушить матрешку очень просто, а главное, это не займет много времени и сил. Просушенную измельченную ладанку хранят в плотно закрытой емкости. Если растение было заготовлено и высушено правильно, оно имеет очень приятный горьковатый запах. Использует его для приготовления настоев и при заваривании чая. В былые времена душица была основным лекарственным средством, которое применяли врачеватели. Да и в настоящее время его полезные свойства придадут силу повысить иммунитет, а также помогут вылечить различные болезни. 0.0 VOT ARTICLE RATING 0.0 VOT ARTICLE RATING